Мы говорим о том, как вести наших детей к вере в Иисуса Христа, к личным взаимоотношениям. У меня есть любимое высказывание авторства моё. У Бога нет внуков. Подумайте об этом. У Него есть только дети. Поэтому очень важно, чтобы мы привели детей к взаимоотношениям с Иисусом Христом. И также не сделайте вывод, что если вы вводите их на служение, и, возможно, даже им нравится петь песни, и, можно сказать, они очень сильно вовлечены в поклонение, не обязательно это значит, что они приняли Иисуса как своего личного спасителя. Некоторые дети, которые очень трудные, то вы увидите перемены в них после того, когда они принимают Иисуса. И пример этому моя дочь. Когда она была маленькой девочкой, она не была хорошей натурой, чтобы обеспечить. Она не была хорошей натурой. С моим сыном я мог бы сказать, «Сына, ты не хочешь это сделать, это будет улучшить свои ощущения». То обычно, как бы, было трудно к ней обращаться и что-то просить, потому что, если сына взять, то им можно было все объяснить. И даже до того, как он принял Иисуса, он не хотел, как бы, плохо поступать. Когда я пыталась так говорить с моей дочкой, и то я говорю, «Ты не хочешь этого делать, иначе ты обидишь их». А то она отвечала, «А мне все равно». Она вонючка. Можно сказать, вонючка она. Плохая. Когда этот ребенок принял Иисуса, то вдруг внезапно она стала другой личностью. Хотя и была она очень маленькой. Поэтому некоторые из проблем в дисциплинировании могут быть решены. Или же некоторые проблемы станут намного легче. Если только ребенок верует в Иисуса, это дает этот фундамент, на основании которого можно апеллировать к Нему. И после того, как ваш ребенок принял Иисуса, и также вы будете вести их в послушание, чтобы быть крещеным водой, пожалуйста, не упускайте из-за другие важные виды крещения. Так же учите их о крещении Духом Святым. Я так часто у меня менялась мнение по этому поводу. Однако, то мнение, которое есть у меня сейчас, что каждый должен испытать крещение Духом Святым, по крайней мере, один раз. Если мы рассматриваем крещение как быть погруженным в чем-то, и греческое слово, это звучит, имеет в виду следующее, то есть взять какой-то материал и окунуть в краску, и материал находится абсолютно другим. Я хочу быть крещеным Духом Святым несколько раз. Я бы хотел быть крещеным Духом Святым снова, завтра. Я хочу опускаться снова и снова, снова и снова. Я думаю, что очень трудно какую-то такую модель конкретную выявить, когда мы читаем книгу Деяний. Некоторые люди были крещены водой, потом были крещены Духом Святым. Некоторые были крещены Духом Святым, потом были крещены водой. В нашей общине мы пытаемся совмещать это. И также будьте бдительны, когда приходят эти молодые люди к вам. И цель крещения Духом Святым — сила. Сила быть кем-то. Сила быть свидетелем. Поэтому не оставляйте Духа Святого за пределами их жизни. Это происходило более чем один раз в моем служении. И когда я видела какого-то молодого человека, у него были одни проблемы. Он может быть строглением академически. Он может быть строглением с обиденческими проблемами. Или у него проблемы были в вопросах послушания. И потом вдруг внезапно приходит Дух Святой и начинает меня дергать. И говорит, что вот, этот ребенок нуждается в крещении Духом Святым. И один пример я помню в частности. Я спрашиваю ребенка, помнишь ли ты, или когда в последний раз ты был крещен Духом Святым? Он говорит, да, но я не помню этого. И потом спрашиваю, откуда ты знаешь, что ты был крещен? Моя мама сфотографировала. Делала сфотографии. И пощрила его снова об этом подумать и возвратиться ко мне. Он помолился об этом. И пришел к пастору Кирку в следующий раз на служение. И это удивительно, могу вам даже такой отчет по нему предоставить. До того времени у него были двойки почти по всем предметам. А после того времени у него пошло улучшение в учебе. Хотя у него все еще бывают трудности в учебе. Но у него есть сила. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте Дух Святой за пределами жизни вашего ребенка. Помните, когда мы говорили о родителях Данила, какими они были удивительными? То, что родители Данила не передавали обязанности или ответственности учить детей в своей синагоге, но это они оставляли у себя. Потому что религиозность в Исраиле в то время была извращенной. Либо в Израиле, либо в Иуде, в одном из царств. Смысл коррумпированности системы религиозной. Поэтому те семьи не зависели и не полагались на так называемую церковь, ну, в кавычках, чтобы исполнить эту обязанность. И вы хотите передавать им семейное отождествление. То, что мы семья Хортонов, мы люди Духа Святого. Это та семейная ценность, которая есть у нас. И хочу сказать, что когда вы передаете эти ценности своим детям, они это схватят. Возможно, иногда они не захотят слишком разбираться с этим, слишком вникать. Но это как болезнь, они заразятся этим. И это славная вещь, которую мы хотим, чтобы у них была. И как вы помните, однажды моему сыну было 13 лет. И у него были проблемы, постоянно у него вопрос был, это борьба внутри, что мы за семья, какая мы семья. Потому что были некоторые вещи, которых я переживала и заботилась, но родители его друзей, вообще этому не уделяли внимания. Я ничего не могла поделать, я должна была об этом переживать. И заботиться, я не хотела, чтобы мой сын занимался этим какими-то вещами. И однажды у нас был конфликт с ним. Я говорю ему, ну придется тебе тогда с Богом поговорить по этому вопросу. Потому что именно он тебя поместил в этой семье. Ну извини меня, тебе не нравится семья. Но я ничего другого поделать не могу. Я не могу измениться. Я люблю Бога. Я люблю Божьи пути. Поэтому тебе придется с этим смириться. Поговори с Богом по этому вопросу. И он так и сделал. Поэтому будьте твердыми. В отношении семейных ценностей. Вот что я имею в виду под этим видение для семьи. И вас бы не было здесь, если бы у вас не было ценностей в отношении Иисуса, Его обетований и также Его жизни внутри вас. Поэтому не извиняйтесь за эти ценности семейные, которые есть у вас. И хочу рассказать такой очень смешной, интересный пример о моей дочери. Это согрело мне сердце. И из этого я узнала, что она переняла вот эту семейную нашу ценность. Ей где-то было 10 лет. И там был такой временный учитель в школе, непостоянный, который. И учитель подумал, что Перри обманула по тесту по грамматике. Поэтому она отсылает ее домой. И вот как рассказывает эту историю учителя временной, который был тогда. И она спрашивает мою дочь. Обманывала ли она, не обманывала, списывала или нет. И ответ моей дочери был очень кратким и ясным. Хортоны не обманывают. И это просто было благословением для моего сердца. Потому что она переняла эту ценность семье. Почему эти семейные ценности так важны для меня? Потому что я узнала, что это помогает в том, чтобы они не начинали бунтовать. Если вы хотите, чтобы дети не начали бунтовать, передайте им сильное чувство, это отождествление себя с семьей. И даже если дети уже старше, и вы не четко передали им это, то с помощью Духа Святого вы можете начинать видеть, что делает вашу семью уникальной. И если у вас есть старшие дети, то начинайте с ними общаться по этому вопросу. Если у вас есть старшие дети, особенно если они верующие, то ваши отношения могут стать более прочными даже посредством этой дискуссии, разговора по поводу того, что делает нашу семью уникальной. Иногда может даже возникнуть такие вопросы. Может, что-то мы хотим перенять у других семей. И поэтому обсуждайте это, говорите об этом, какая ваша семья, что есть ваша семья. И если вы только начинаете свою семью, то начинайте думать об этом заранее. Поскольку мы хотим, чтобы наша семья была такой. И мы хотим, чтобы наша семья была такой, когда дети уже вырастут. И я лично сама хотела, чтобы дети захотели возвращаться домой и видеться со мной. Это мое личное предпочтение, и этого нет Библии. Я не хотела, чтобы они жили со мной слишком близко в моем, ну, со мной вместе. И я хотела, чтобы часто видеться с ними. И каждая семья будет другой, отличаться от других семей. Я знаю, что некоторые семьи, если взять, то их дети, их семья вообще разбросаны по всему миру в разных странах. Однако, несмотря на это, они все еще остаются очень-очень близкими. И я знаю несколько таких семей, я бы назвала успешными семьями. И что есть успешная семья, и каковы их духовные качества. Дух Святой здесь. Давайте почтим его. И отец, я чувствую, что есть места каких-то, какого-то очень сильного отчаяния. В своем горе, в своей беде я вызывал Господу. Поэтому, Господь, мы взываем к Тебе. Когда есть некоторые сферы, вы смотрите на свою семью, вы видите хаос. И могу сказать, что тот же Бог, который создал все из хаоса, может также сделать порядок из того хаоса, которого вы видите. Отец Бог, это слишком много для нас, слишком большое это для нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отец Бог, это достаточно большой. Так же мы идем к корням, к глубине всякого горя. What I'm getting from God is your distress is real. And he sees and he cares. And he just wants you to be comforted with his love. He does have a plan. He does have a plan. Father, I do pray for my sister specifically that you would begin to speak to her from your word. Lord, that she will have a word that she can stand on. A scripture that she can use like a sword of the Spirit. And Lord, your word says that the children are sanctified by the belief of the one parent. And so I take that sword of the Spirit and I cut this child free spirit, soul, and body from any unhealthy, ungodly influence. You've got three children? We cut them all three in the name of Jesus. Father, we just declare that the power of the shed blood of Jesus stands between these children and the generational forces. He also stands between these children and some kind of influence which has been through generations. Father, I ask you to begin to give my sister immense rest. And I also want to ask you to begin to give my sister immense rest. The Sabbath rest. Shabbat's rest. That even her intercession for her children will be from a place of rest. And that's going to be a miracle. That's a miracle. It's a miracle. So Father, I ask you to work this rest in her heart. And again, because I know that we're doing this on, for DVD, I so believe that there are others that are going to be watching this, that are going, their hearts are going to be experiencing that same distress. And I so feel the compassion and the love of the Father. that he wants to give you comfort. He is the God that brings order out of chaos. And he is the God of order. He rejoices over you with singing. Father, these mothers and fathers that are truly in distress. That these mothers and fathers that are truly in distress. I ask you to begin to let them hear your songs. I ask you to begin to hear your songs. Songs of deliverance. Songs of deliverance. Songs of praise. Songs of praise. You will encompass me with songs of deliverance. And when I'm afraid, I'm going to trust in you. And when I'm afraid, I'm going to trust in you. I feel like the Lord is just wanting me to tell you, give you a little something to do. I feel like the Lord when you begin to be distressed about your children. When you begin to be distressed about your children. Put their name before the Lord. and then pray in the Spirit. Just pray in the Spirit. And then listen for what comes to your understanding. Because Romans 8 tells us we don't know how to pray as we ought. but the Holy Spirit prays through us. But the Holy Spirit prays through us. With groanings that are too deep for words. So when you go to pray for your children, of course, this would even also apply if you're praying for your wife. Or your husband. even if you don't know who they are yet. Just put the matter before the Lord and begin to pray in the Spirit. Frequently, it happens to me, I begin to pray in the Spirit. And then something will begin to come to my understanding that I should pray. And then something will begin to come to my understanding that I should pray. Oral Roberts said that that was interpreting your own tongues. I don't know if that's it or not. I just know that frequently if I pray in the Spirit, then all of a sudden my understanding becomes enlightened. But it starts with us acknowledging we don't know how to pray as we ought. and so let him do the work. I want to tell you as parents that rebellion is not unavoidable. you can't avoid it. You can't avoid it. You can't avoid it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. That is a lie from hell. It is a lie from hell. But we don't do it by control. But we don't do it by control. We do it by building that relationship with those children. But we do it by creating relationships with these children. And some of you, if your children are very old, you're going to have to be very clever. You're going to have to be very clever. Jesus told us that we were supposed to be harmless like doves, but shrewd like serpents. and shrewd like serpents. So some of you, if your children have gotten older and they're already difficult, or say you are divorced and your spouse is not helping, you need to be shrewd as a serpent. that you want to go in as a naive person. You want to keep your eyes open and be alert. You want to say you want to open your eyes open and be careful. You want to be careful. Now when you're dealing with these older children and it may look like rebellion, you need some discernment. And when you're dealing with these older children and you need some discernment. sometimes what looks like rebellion is not rebellion. Sometimes it's just the child, the young person trying to find out their own identity. sometimes they just may be a little bit slow to learn. So we wanted to make sure we don't assume it's rebellion when it's not. because remember, we address acts and attitudes of rebellion differently than just childish mistakes. I entered my teen years in the 1960s. And it was that generation was known as a rebellious generation. And there was much rebellion that happened. But I can remember early, early in the process where there wasn't really rebellion. For instance, the Beatles became very popular. popular in the Beatles in those years. And it was so amazing. It was so amazing. They had long hair. They had long hair. We wouldn't call it long today. We wouldn't call it long today. But in 1964, it was pretty, it was amazing. But in 1964, it was amazing. So some of the kids wanted to wear their hair a little longer. So some of the kids wanted to wear their hair. And the men in my church absolutely, I don't know, how would you say in Russian freaked out? They just had a meltdown. It was just not okay. They got very upset. With what? Just because these guys wanted to wear their hair a little bit longer. In the church also? Well, yeah. Yeah. You would have thought it was the end of the world, the way the parents reacted. And you know what? These children wanted to have a guitar in the fellowship hall. Like? They wanted to play the guitar in the fellowship hall. Which fellowship church? Yeah. And also, дети этих родителей хотели играть на гитаре в церкви. Now, I'm not talking about the church sanctuary. I'm not talking about part of the church worship. These kids just wanted to play their guitars for fun when they were fellowshiping. Ah, and these дети просто хотели играть на гитаре, когда собирались вместе для общения. Like the end of the world. Like the end of the world. And when the kids asked the parents why not? And when the kids asked the parents why not? They couldn't give them a good answer. They couldn't give them a good answer. And they would say Jesus had long hair. And they would say Jesus had long hair. I don't care. I'm not going to do it here. No, me все равно какие-нибудь у Иисуса были волосы, но ты этого не будешь делать здесь. I really believe that that was an identity issue. И я на самом деле верю, что это была проблема от семейных ценностей. My little granddaddy, my grandfather, he was a little man. My little granddaddy, he was a little man. He had grown up in the hills of Tennessee, Kentucky, I'm sorry, hills of Kentucky. He was a little man. He was a little man. And he told my mother about what it was like when he was a young man. And he told my mother about what it was like when he was a young man. Back in the 1920s. They shaved their beards. They shaved their beards. Because all their dads had the long, long beards. Because all their dads had the long, long beards. And they wanted to be seen as different from their dads. And that wasn't necessarily rebellion. And that wasn't necessarily rebellion. Each generation does want to identify with its generational peers. And that's not necessarily rejecting their parents. They just want to be who they are. So if you respond to that kind of an identity seeking place, so if you respond to that kind of an identity-seeking place, as if it's rebellion, as if it's rebellion, you may get rebellion. So we just want to make sure that we respond appropriately. If we say no, we want to be able to give them why. To also we should be able to be able to give them why. Either have a biblical reason why this is not going to happen in your house. Or have a biblical reason why this is not going to happen in your house. Like, for instance, you're not going to bring your boyfriend home to sleep in the bedroom under my roof. See, that's something that is very clear scripturally. But if it's something that is not, maybe not be, might not be clearly wrong from scripture, but if it's something that is not, might not be clearly wrong from scripture, if you have a strong conviction against it, then you don't, it's perfectly okay to say I am not paying for a tattoo, then you don't, it's perfectly okay to say I am not paying for a tattoo, that I am not paying for a tattoo. If you can go get a tattoo and you can get it legally, if you want to go get a tattoo, if you want to do it legally, you'll still be my son, you'll still be my son, but don't expect me to like it. But don't expect me to like it. Now, if my son wants to ask me why I don't like tattoos, he didn't ask. He didn't ask. He didn't ask. He didn't ask. If he had asked me, I could have told him why I don't like tattoos. Но если бы он такие спросил, то я бы ответила, почему мне не нравятся татуировки. He got them anyway. По-любому сын сделал татуировки. And it did not keep him from following Jesus. И даже это не удержало его от того, чтобы следовать за Иисусом. So those are those places you need to respond. If it's scripture that says don't do it, be very firm. Поэтому вы должны реагировать очень так ясно, четко и твердо, если Писание четко говорит по какому-то вопросу. If it is your personal preference and personal conviction, present it that way, то также и передайте, также и расскажите об этом, что это лично ваше. You can tell them why you don't like it. И вы можете сказать им, почему вам это не нравится. But still, if you respect them as young adults, you give them that place to choose to cooperate. And there are times where you're going to say I want you to honor me in this. And also, может быть, время, ситуация, когда вы скажете я хочу, чтобы ты меня уважал в этом. I firmly believe that some of the gross rebellion of the sixties was provoked by the older generation that could not give a good answer. If we're wanting to raise young adults who know the truth and are obeying the truth, then we have to be willing to give them the why. We need to answer why. And I'm thinking about some of the older teenagers that are 16, 17. Right now. And now I'm thinking about some of the older teenagers that are 16, 17. Don't expect them to agree with you immediately. Не ожидайте, что они сразу же будут с вами соглашаться. Put it out there for them to think about. Просто расскажите им, дайте время подумать об этом. Even if it may be one of those issues where you say it's not going to happen in my house. Даже если это один из тех моментов, когда вы говорите этого не будет под крышей моего дома. Still tell them why. И все равно объясните им почему. The way Kirk's father always said it was this. And Kirk's father reminded me of the movie star John Wayne. And Kirk's father всегда напоминал мне о одной звезде в кино John Wayne. He was a very big cowboy. And he would say as long as your feet are under my table certain things are going to be done my way. And so we accepted that. As long as you are providing major support for your child their freedom is going to be limited. By the time they're paying their own bills and making their own way they're going to have a whole lot more freedom. у них появится намного больше свободы. Don't be afraid to tell them that. Не бойтесь говорить им об этом. As long as I'm paying some bills I still get to make some of the limits set the limits. Пока я плачу счета то у меня есть право устанавливать некоторые границы. There's just a knowing in us and in them that's right. И в нас есть понимание и также в них есть понимание что это правильно. Now by the time they're of legal age и к тому времени когда они уже совершеннолетние and they're paying their own bills and they're not coming to you for financial support and they're not coming to you for financial support there's not going to be a whole lot you can say and really that's a good thing that's a goal. И на самом деле это хорошо это наша цель. в тот момент вы будете к тому времени обращаться с этим молодым человеком just like you would treat any other young adult that you might know in your congregation. Также будете обращаться с ним как с любым другим человеком молодым человеком взрослым из вашей церкви. также будьте осторожны в отношении ваших советов. Никто не любит родителей, которые I don't know how that translates I don't know how that translates even my baby my youngest is 30 даже мои дети моя самая младшая ей 30 лет she has had to struggle even to realize that I'm not mama anymore даже ей приходилось бороться с этим фактом что я больше не мама ну в таком плане that's been her transition to make yeah это был ее переходный период I made it very quickly поскольку я это решение сделала очень быстро I had to earn my place again in her heart и снова мне пришлось завоевать место в ее сердце once she had her own household и как только у нее появилась своя семья I knocked on the door before I walked in прежде чем войти в дом я стучу в дверь my house is still her home she doesn't need to knock she can walk in anytime if she's smart she'll holler she might find me naked why well because if there's nobody there and so she'll at least holler and say I'm here mom если она достаточно умна то по крайней мере будет кричать орать зайдет никого дома нет надо покричать позвать кто-то есть ли but it's not the same her house is different но это не такая ситуация с ее семьей потому что ее семья другая when I go into her house I'm a guest I'm a guest the day she brought her first son home from the hospital the day she brought her first son home from the hospital I was there из роддома я была там but I was not mama но я не была мамой I washed bottles я помыла как их бутылочки I did some laundry также стиркой занялась and anything else she wanted me to do that's how I earned my place in her heart вот таким образом я завоевала место в ее сердце it's been that way and even more with my son's wife because these are young adults and they need my respect and I've had to accept that I am not the number one woman in my son's life anymore because of that my daughter-in-law loves me и благодаря этому моя невестка любит меня and so I do have a lot of access great access to my son and my grandsons and so I do have a lot of access great access to my son and my grandsons that's probably a good place to stop